и все привет мои дорогие друзья и подписчики и зрители моего канала меня зовут александр и это видео о том почему нету давно видосов кому-то пофигу кому-то не пофигу вот но я решил что вот лучше вот эту всю информацию в весу вывешу в один на видео нежели буду рассказывать вот таким скопом в сезоне ну во первых с чего хотелось начать хотелось начать самого начала на маленький список создавал как оно было во первых видел был очень давно ну вот и с чего все началось началось все с того что настроение варка играть уже просто-напросто не было не было играть варки и ну и я решил что надо немножечко повременить и отдохнуть сделал видео о том во первых цели про моды сделал видео о том какие моды записывать блин столько комментов было в смысле 0 вот о том какой все таки мод выбрать ну вот ну то есть это самое первое с чего я чего я ждал вот решил взять extension core почему ну потому что захотелось там много вариаций было и решил взять extension core взял steampunk то есть вот структуру структуру плюс поиск мапов был к сторож будет был к сторож 4 походу делал вот у меня всегда это прям вообще огонь мод это ну вот эти сундучки то с под предметы под каждый свой вот и 8 телепорт понятное дело это суп на скорость споринг бин а ну это кстати получен x нужно не нужна по фигу пускай будет там не обязательно живу юзать 8 спай глаз споринг это то хрятину сделать вот в общем вот такой вот на тонн пускай будет лишним я думаю не будет единственное что убрал арк это на паушин потому что они ни к чему xin fun core добавит своим вот и то есть в этом как бы смысла нету на лишние моды я выбрал вот это что касаемо сборки будет следующий карта понятно будет на кристаллы как я уже говорил то есть вообще 0 было комментариев о том с модами без модов какие моды и так далее то есть вообще ноль комментариев я решил что буду хотя бы сам себе разноображивать чтобы хоть как-то кое-что то было дальше то есть вроде бы выбрал мод но решил думаю раз уж я собираюсь менять видеокарту я поменяю и и до сезона чтобы не было вот это вот туда и сюда и так далее как хорошо что это сделал на старый видяйки чем это там было 1650 я вообще не находил какой-либо проблемы ну то есть как бы играешь в игру сбоку на втором мониторе включено видео и вроде проблем есть мы проблем нету ну мы бог ним хорошо нормально живем поменяю видеокарту и будет лучше поменял видеокарту стал еще хуже то есть прям реально вот играю в игру слева на мониторе у меня видео начинает тормозить мучился я с этим болен не соврать бы они не месяц я уже не помню какая ведет убрал в общем короче сначала я веду заказывал на озоне 3070 потом дай потом получилось так что у меня заказ отменили я плюнул купил у нас гнессе уже 4070 то есть как бы там вариация была доплатить несколько тысяч и купить 4070 вчера вчера смотрю в настройки оказывается на 4070 ти ай называется думаю все по себе я и брал 4070 дорого да то есть кого но я решил что уж поменять так поменять чтобы уже потом это не трогать дай бог работает долго и счастливо как моя 760 это может работать уже фигня сколько лет дай бог только же это проработает про вообще проблем нет единственное что пришлось корпус поменять для этого дела ну как бы тоже не проблема все установил все хорошо но вот проблема была именно с с лагами прям реально начал немножечко изучать этот вопрос думал ночью блин виду птум переустановлю я веду переставил мне бы это помогло но начал подготавливаться то есть надо сохранение там вот это вот и все как-то сад чтобы перенести на новую винду чтобы не абсолютно с нуля устанавливать все герцы явки паролях чтобы все сохранились и нужно это все дело сохранить сначала начал потихоньку переносить потом приболел тоже как бы дебильный период когда с зимы на лето переходишь и не знаешь как одеться оделся тепло пропотел продула оделся легко просто продула ну вот игра дебильный период вот и тот же как бы из-за этого затягивалась так что хорошо что я в этот период не снимал я вообще не знаю чем бы там засеть были бы ватные унылые вот это вот ну хорошо вместе с наушниками на зоне я заказывал вместе с видео везде я на зоне заказывал наушники ну то есть наушники пошли наушники вот сейчас вы звук слышите через них то есть это юзби наушники наушники слава богу хоть пришли хоть хоть на них не было отказом как на видео ну вот ну ладно пошли пошло хорошо и собственно вот начал уже почти подготовился к я не люблю перестанавливать винду вот много возник как бы ну раньше перестанавливал это часто а потом понял что уму мне потом пароли это вводить так бесит и это вроде как нашел как браузер и пароли вкладки так далее сохранить ну как бы бог с ним в итоге вчера вечером сижу уже думаю ну вечером на поскольку уже вечером все же думаю ну чё такое чё такое на решил само что смешно открывать диспетчер и перестает лагать и так давным-давно я слышал о том что какие рассмотры разные видосы и так далее и там отказывалась скроет диспетчер майнер перестает работать и знаешь чем прикол майнер у меня был давно прям без шуток он у меня был давно но как я установил новую видеокарту он стал адово просто бузить потому что вот то что я удалил да я вручную удалил пытался через антивирусом будет купить слышку пик я я чуть богат и что ли вот сушку пи слышку пи ну ладно думаю по фигу посмотрел как у без антивирусов удалить майнера на это можно сделать сложно но можно вот и короче запустился задался он эту мысль убрать майнер сначала попробовать нашел нашел диспетчер задач я всегда задавался думал что это за фигня но во первых для начала я бесплатной версии можно проверить если у тебя майнера какой-то там троян не помню программа называется мне уже удалил вот что-то с трояном связано да проверил реально есть трояны муки он там нашел много чего веселого конечно но я знаю что это не вирусы особенно когда ты смотришь у тебя показывать типа вот вот игра вот это короче там у тебя вирусы но давай если чем мы это пропустим вот ну ты понимаешь как бы да это это тогда я такая задумка игры как бы все либо патчи либо еще что то то есть вот это все они работают примерно так же как трояна то есть они играются файл заменяют и как бы там по сути остаются ну вот и но некоторые позиции пробыла две позиции премьер на тренд я был 2 2 3 1 работал на цп центральный процессор вторую работу на гп видеокарту а на цп то есть только ты запускаешь диспетчер задач как я узнал что тот чем парень 100 процентов есть такая программа аида 64 и вот у нее есть usd запустить то есть это показывает такая табличка открывается и ну тебя постоянно показывает загрузка цепы загрузка видеопамяти вывод запускаю ее и все самое смешное запускаешь ты диспетчер задач у тебя на пустом компьютере то есть ничего не запущено бог с ним браузер там запущен был но чего считать 1 2 максимум три процента загрузка цепы но у меня выключались 5 задач сразу же махом 50 60 80 запускаю диспетчер задач снова тишина все нормально отлично чистая работа манер то есть как это старый добрый непрошаренный манер окей думаю ну ладно это мне не мешало видеопамять чего фигня запускаешь диспетчер задачу тишина только вырубая диспетчер задач ждешь полминуты примерно полминута плюс места 835 сразу загрузка видеопамяти до этого было там 10 дай бог 5 сразу же 94 96 и так далее где так смотрю на ага вот почему у меня видосы лагали тупо во втором окне даже 360 ставишь видос он лагает на видеокарте 4070 видос в 3060 лагает на ютубе ну в 360 360 понимаешь это не 1080 сейчас даже в 2к не лагает запущенными играми еще в этом запасом памяти дофига вот и я у тут короче уже думал что же делать делать ну после этого я уже и нашел и как удалить это маленький хитрости мак маленькие подлости скажем так то есть через локер я его и удалил удалил папки папки просто к не удаляюсь потому что не запущенные системы запускаешь программ анлокер в процесс удаления резко заходишь диспетчер вырубаешь ну то есть снимаешь задачу и сразу же удаляешь блокером папку все сразу удаляют у меня сразу цепи перестает нагружаться думаю аллилуйя первую пошел 2 тоже так точно так же сразу же без проблем теперь загрузка загрузка божески скажем так идет ну то есть 100 процентов нету вот в общем повоевал немножечко с этим всем знал бы что манеру честно я был не тратил насколько я потратил на перенос информации так далее ты и в целом настроиться на то чтобы переустановить на винду мне пара очень много времени потому что прям очень не хотелось переустановить этого очень муторно это считай везде не просто трачу потом на все настройки настройки так далее то есть как бы проблем нету но настройки настройки будут все-таки дать я покажу вот хоть какую-то эту информацию о том какие будут настройки на сервере настройки всегда у меня одинаковые вот кстати урона по дина вся говорит о у тебя урона дина большой на небольшой дина урон дина у меня большой и вот из-за а вот это вот за это у меня урон дина большой я что-то его ставлю всегда и ставлю там по суть можно было все настройки убрать вот в общем короче настроился я на то что переустановить виндо в итоге удалил манер два штуки и все хорошо замечательно теперь собственно у меня постоянно аида мониторит а чё пускай мониторит установил ее с запуском она как бы вот маленькая цпгп написано где что как и и все и без проблем то есть если я что-то увижу лишнее то есть я уже постоянно и мониторит это был долгий путь но что самое главное я отдохнул я отдохнул от арка также да чё хотел бы сказать сейчас я скажу вот я я ща я все скажу на у кого же у кого же у кого же вы то есть и прекрасно знаете это я вообще на аркеров никогда не подписываюсь кроме чудик чуть-чуть чудо ниоткуда стриме только а у нее строго какие-то сигналы там типа эти эмоции отправляет или чего там помощь уши разрывает и поэтому даже стрима сейчас уже не смотрю вот просто из-за этого что просто посижу на тебе нафиг по уху писал в чат не видят нового она но я уже там написал наткнулся но просто в рекомендации к б про это канал и так что рис он же рис games и он там говорил про арк 2 про арк 1 новый про арк 2 и вот честно во первых во первых узнали какой забагованный арк 1 и современная назовем ее так тенденция по создаванию дерьмовых игр вот чую арк 2 во первых будет галком арк полтора они делают для того чтобы демо версия за вас дурачковка говорится вы купите еще раз арк а мы потренируемся на новом движке как создавать играми вот а потом сделаем арк 2 забаговым говном и не таким который вы хотите вот по сути вот арк полтора этого то что нужно было продать там допустим за 10 ну максимум 20 баксов и сказать вот вот тем у кого он есть уже за 10 баксов даже там ты по сути ты тебе нанимаешь на бесплатно на платной основе смысле они тебе еще платят бета-тестеров то есть ты будешь тестировать и на арк полтора им движок и как бы я точно покупать это не буду во первых я написал когда не играл мне очень насрать на них вот а во вторых я в этом просто на просто смысла не вижу я лучше пойду в конан поиграю я лучше пойду ой-то суши там выживачей у меня столько саванды туда наконец-то поиграю уже давно хотел вот то есть выживачей у меня столько что мама не горю и можно играть не переиграть вот поэтому пройдем карт кристалл потом будет волгуэра потом рагнарог и закончим все центром с чего я начинал в игру в арк той карты и закончим на каждой карте будет новый мод то есть вот кристалл к допустим да у меня будет эксен шукор потому что никто не написал никакой мод поиграть только по рекомендациям правил фирму ну чё-то я захотел вроде бы прямых фирму но чё-то я захотел но это еще до того как я подумал что у точного давай-ка точнее с чего это все началось давай-ка реально по модам пройдемся ну вот будем проходить именно мы получать к стал кто пройдет тем более на модовых дина вот поэтому будем проходить именно мод ты проходим мод значит прошли карту потому что босса я думаю на модовых дина завалить прям вот так-то левелы я им не переделываю какие левы мод даст то есть вот вы видели да у меня на всех картах идет там 120 здесь читам на фьордах вроде бы тоже был 120 120 150 то есть стандартный лавал геном то есть если что-то будет дополнительно просится то будет проситься то есть могут поставить в лаву дина 600 будет лаву дина 600 поставить 300 будет 300 все то есть по лавелам я не буду специальному доставить чтобы было было бы большая какая разница в этом плане чтобы циферка было красиво большие уроны и так далее ну разница никакой нету ставишь трехлеты левел допустим ну у дина будет два раза больше урона да никакая разница меньше тычек нанести боссу такого вас здоровья тоже будет два раза больше а то еще больше ну то есть боли ног смысла в этом не вижу поэтому ну вот когда так вот в общем следим за тем что будет в арк 2 в ближайшее время начну снимать по арку естественно постараюсь также через день выпускать но если что-то пойдет сложно то буду день через два выпускать потому что моды сложные ну по идее сложности не доставит это сами видели какие иногда видосы выходят там типа ой ты думаешь господи самого противно но лайк ставите значит как улица лайки дизлайки это одно и то же кстати дизлайк это практически ты не вижу такие вот дела в общем скоро начнем выпускать начаться выпускаться сезон ну вот там уже будет видно что как бы где ночью на этом уже с вами буду пожалуй прощаться как раз всем всех с прошедшими праздниками с майскими праздниками были длинные выходные для многих для меня это не были выходными для меня были рабочие на сокращенные длинки вот и все как говорится будет хорошо но не сразу все на этом все спасибо за просмотр всем удачи всем пока всем счастливого добра всем пока